Южная Африка. 300 дней в году Солнце. Идеальное место для жизни и наблюдений за космосом. Хотя небесное светило бывает тут как нигде опасным. Южноафриканские ученые предупреждают, магнитное поле Земли стремительно изменяется и обнажает планету, открывая ее солнечной радиацией. Так, совмещаем с меткой Азимута. В обсерватории Херманус на самом краю света уже 70 лет следят за геомагнитным полем Земли. Это инструмент для измерения абсолютных величин магнитных полей. Полученные данные помогают искорректировать навигационные приборы. Любые изменения магнитосферы вносят помехи в их работу. Солнечный ветер влияет на магнитосферу Земли. Это может изменить геомагнитное поле. Оно, в свою очередь, воздействует на атмосферу и приборы на Земле, даже на линии электропередач. Сюда, в центр мониторинга космической погоды, стекается информация от наземных магнитометров и спутников на орбите. Порывы солнечного ветра и шторма, вызванные активностью звезды, фиксируются круглые сутки. Единственный спутник ЮАР, Сумбандила, запущенный два года назад с Байконура, совсем недавно стал жертвой очередной вспышки на Солнце и вышел из строя. Такой выброс солнечной энергии доходит до Земли за несколько дней. Ученые в Херманусе знали о нем уже через 8 минут. Это то, что мы хотим дать людям. Если они смотрят телевизор, а там вдруг помехи, то они должны знать, это не проблема с телевизором, просто космическая погода вдруг испортилась. О том, что космос должен приносить пользу каждому, будь он житель Москвы или Кейптауна, говорилось и на очередном 62-м астронавтическом конгрессе, который завершился в столице ЮАР. Во времена экономической нестабильности каждый шаг в космос надо обдумывать. Поэтому Россия, Соединенные Штаты и Европа решили объединить усилия для поиска совместной цели на будущее. Мы договорились создать как раз экспертную группу, которая посмотрела, каковы дальнейшие пути развития пилотируемой тематики. Куда идти? Марс, Луна, астероиды? Или дальше продолжать эксперименты вокруг Земли? На ближайшие десятилетия этот путь уже выбран. Международная космическая станция. Вместе с партнерами по программе МКС мы решили, что станция будет центром деятельности человека в космосе как минимум до 2020 года. Запустить свою первую в жизни ракету, провести эксперименты, точь-в-точь, как это делают космонавты на МКС. Этим детям, возможно, в будущем предстоит писать историю космонавтики, когда решения, принятые на Конгрессе, станут воплощаться в жизнь. Это наш эксперимент для детей, для молодых первооткрывателей, как эти девочки, чтобы стимулировать их поступать в университеты и получать образование, например, космических инженеров. Без свежей крови у молодых умов не полетят ракеты, не заработают спутники, не быть телевидению, связи, информации, всего, что дает нам космос. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...